Кстати, прослуженный властимир Петерджелло приехал. Ну и... Судьи. Арбитры все из Германии. Главный судья Михаил Вайнер. Арбитр жесткий. Зенит уже атакует. Гартик. Лукаш Гартик сейчас заработал. Ау, да? Точно мяч будет в эти забоковые. Итак, главный Михаил Вайнер, его помощники Харри Эйнг и Кай Фос. Все из Германии. Подробно о них расскажем несколько позже. А сейчас внимательно следим вместе с Владиславом Радимовым за тем, что происходит на поле в Белграде. Зенит проводит ответную встречу в запасе четыре мяча. Но прямо скажу, что белградская команда молодая, средний возраст 22 с половиной года. И, может быть, вот эта неопытность в какой-то степени оказала влияние на действия игроков в Санкт-Петербурге. Аршавин был с мячом. Андрей Аршавин, который казался таким неожиданным сюрпризом для Петровича, для бывшего тренера Северной Звезды. Ну, вы помните его великолепные два гола, две голевые передачи в том первом матче. Ну, у нас вот группа травмированных. Рядом со мной в студии Владислав Радимов. Александр Киржаков получил небольшую травму, но сказал мне вот буквально вчера, что четвертую обязательно будут играть против Амкара. Матч этот день они будут проводить дома. Начало, кстати, в 20 часов. Но, тем временем, Сырена Звезда. Перевод на правый фланг. Опасный, опасный был момент. Опережал. 25 номер это Жигич. Вот он, Жигич, который сейчас, конечно, я думаю, будет очень доставлять много хлопот нашим защитникам, да и вратарю Вячеславу Малафееву. Вот, видите, он уже опережал город. Горок 187 сантиметров рост, значен на 15 сантиметров ниже Жигича. Он ужасно высокий футболист, и мне довелось с ним играть. При наших стандартных положениях в первом матче я должен был не дать ему сыграть. Мне это совершенно не получилось, потому что невозможно фактически соперничать. Я думаю, единственный человек, который может помешать этому двухметровому гиганту, это, конечно, Горок, который прекрасно играет в главу. Влад, у нас идет интершум из Сергии Черногории. Поэтому просят погромче говорить, потому что шум стадиона может нас с вами заглушать. Но это, может быть, на первых минутах. Я надеюсь, что Зенит сейчас успокоит хозяев. Аршавин с мячом. Денисов, Горшков. Не получилось. Ну вот, всегда на этих первых минутах проверяется класс и умение полузащитников поддержать мяч, да? Особенно в матче на вылет. Да, это немаловажная деталь. Я думаю, что ребята правильно действуют. Они все-таки не отходят на свою половину, а пытаются пристинговать где-то две трети, отходя от чужих ворот, то есть где-то на радиусе. Где центральный круг. Я думаю, это правильно. Не давать развивать именно на первых минутах атаку соперников. Горшков. И главное не отбивать куда попало. Попытаться своему. Мариш. Догонит с пивак. Нет, не догнал. Да, ну вот мы видим противоположные трибуны. Все-таки не заполнено. Хотя, против ПСВ, когда играла Сирена Звезда, а ведь Сирена Звезда обладатель и кубка, и чемпионского титула. По итогам прошлого сезона, Сербии и Черногории. И они играли уже в Лиге чемпионов. Мяч вышел за пределы поля. И вот споткнулись на ПСВ Эндховене. Причем дома выиграли 3-2. А в Голландии проиграли 0-5. Перешли в кубок УЮФА. И здесь вот в первом матче проиграли 0-4. А на матче с ПСВ Эндховен было 56 тысяч зрителей. Но сегодня поменьше. То есть, болельщики все-таки не верят в то, что будет положительный. Болельщики именно в Сербии и Черногории. Положительный исход по сумме двух матчей. Мне довелось один раз играть на этом стадионе. Давно было еще за молодежную сборную. Действительно, стадион производит громадное, очень сильное впечатление. И когда он заполняется полностью, то это, конечно, на соперника очень сильно дает психологически. Но он называется Маракана, не случайно. Потому что, видимо, есть аналогия с Тифозе. Кстати, это наши болельщики, наши торсида из Петербурга сейчас показывали. Наверное, это Пантерич, пас вдоль ворот. Вот он, девятый номер, Пантерич, самый опытный. Сейчас ошибка двух защитников. В таких ситуациях игрок просто не имеет права выходить и обыгрывать. Самое минимальное это должен быть хотя бы минимум пол. Плагбарт не проиграл борьбу, но было нарушение права. Ну вот некоторые данные про арбитра. За сезон 2003-2004 годов он провел 16 игр в Бундеслиге. Показал 76 желтых карточек, 3 красные. Назначил 9 пенальти. Вот такой арбитр. Поэтому надо быть очень внимательным защитником. То есть, не задумываясь, покажет на точку. 18-й номер. Но он был и заметен в первом матче. Тоже 18-й номер. Это полузащитник. Слава Люк Джорджевич. Бой свисток. Шестая минута матча. Перович. 11-й номер. Марко Перович. Это все полузащитники. Марко Перовичу 20 лет. Ну, в основном, вот, молодая команда. Способные ребята. Но, естественно, из сербии Черногории столько вышло. Выдающихся футболистов. Кстати, президент клуба знаменитый Драган Джаич. Потрясающий был левый крайний нападающий. И срывен из звезды, и сборной Югославии. Это такой легенда, хумир югославского футбола. Ну, а сейчас нарушение правил. Спивак нарушил правила. Маркович. Проталкивал мяч. Спивак не успел. Я думаю, что каждый штрафной, конечно, будет таить очень большую опасность для наших ворот. Потому что все-таки очень рослые футболисты. Действительно, хорошо играют. Играют хорошо головой. Ну, а как вот быть? Вот и горок на 15 сантиметров ниже. Какое противодействие? Ну, здесь все приемы хороши. Не дать разбежаться человеку. Не дать выпрямить. Причем так, чтобы это не заметил судья. Это, наверное, самое главное. Молодец. Успел Мариш сейчас вот эта хитрость такая защитника. Не в мяч, а в игрока, да, в воздухе. Немножко так оттеснил в пределах правил. И мяч улетел за... А если бы пытался головой попасть, то ничего не зацеподавал он еще отскочил. Да, все правильно. Ну, Мариш очень опытный футболист. Недаром он в составе сборной Чехии. Участвует очень братья Европы. А вот сейчас его не вызвали в сборную. А Ерошика зато вызвали. Ну, надеюсь, что он докажет свою игру в групповом турнире Кубка Уэфа. И в последних матчах чемпионат. Безусловно. Мы это держим в уме. Владислав Радимов в прямом эфире. Трансляция из Белграда на пятом телеканале. Прямая трансляция. Зенит впереди 4-0. Этот раунд состоит из двух матчей. Дома и на выезде. Кстати говоря, Зенит должен был по жребию играть первый матч в Белграде. Но вот, что не делается, все к лучшему. Партизан, в связи с тем, что партизан как раз тоже играл матч. И из-за партизана Среднюю звезду перенесли в Санкт-Петербург. Хотя кажется, ну так, рассуждается, что лучше первый матч играть на выезде. Горшков. Ну, кажется, начали наши ребята нарушение правил штрафного. Карточку надо показывать, нет? Я думаю, что да, желтая карточка. Может быть, потому что первое нарушение такое. И он все-таки ограничился сейчас. Вот здесь как вратарь. Дышленкович вынужден был сыграть головой в падении. Штрафной удар. У мяча Мариш и Денисов. Мне кажется, уже зенитовцы и так осмотрелись. Да? Да, мне тоже так кажется. Правильно. Все правильно сделали. Первые 10 минут перевели игру в спокойное более русло. И сейчас можно играть уже в свою игру. Горшков. Спивак. Угловой. Первый угловой. У ворот Сервена-Звезды. 18-й номер в одиннадцать. Денисов. По штрафную. Подальше бы. Там Горок набегал. Здесь опасно. Свободная зона. Это Пантерис. Девятый номер. Еще раз обыграл. Плагбартов. Пас направо. Марьян Маркович подключался к атаке. Но быстро развитие. Кстати, мы заметили это и в Петербурге, что стремится Сервена-Звезды играть в современный футбол. Очень быстро переходит от обороны к атаке. Да. И то, что счет 4-0 это все-таки в первую очередь потому, что Зенит очень здорово сыграл. И не потому, что Сервена-Звезды слабая команда. Довольно-таки обучая. Хорошая команда. И не случайно они обыграли 3-2 на своем поле по своему полу. Малокеев ввел мяч в игру. Флагбарт. Длинная передача. Гартик. Это Аршавин. Не стал обыгрывать, а вот теперь Дарко Малетич. Вот впервые мы увидели его в борьбе за мяч. Дарко Малетич родился 20 октября 80-го года. Пришел вот в этом сезоне в первый год в Зените. Воспитанник Бороца Баня Лука выступал за команды Бороц. Босни Гецеговин Рапит Вена публикум Целеславей. Играл за молодежную сборную Босни и Церкви. И Гецеговин. И уже подача слева фланга. Вот он, Жигич, возвратил мяч. Рукой, рукой подыграл нападающий сейчас. Да, девятый. Вот он, Панчевич. Подыграл рукой. Ну, наверное, не хотел, так получилось. Он прыгнул. А может быть, хотел, Влад? Хотел, нет? Там что-то рядом, рука, плечо. Надеялся, что судья не даст свистка, может, поэтому. А Жигич как хорошо возвратил мяч, да? К 11-метровой отметке. С таким ростом, наверное, было бы преступление, если бы он плохо играл голову, да? Неожиданно пропустили два игрока. Хозяев мяч. Хороший пас какой дал. Нарушение было. А нет, мяч уже улетел. В общем-то, по инерции. Надо посмотреть повтор, сложно сказать. Если дадут. А вот, смотрим повтор. Мяч протолкнул Аршавин. Ну, вообще зацепился за нами. Вы знаете, за такое же нарушение, по-моему, Ярославль и Веселовский поставил пенальти в ворота Зенита. Сначала было сыграно их мяч, а потом, как мне показалось, Меликовский попал в ногу футболиста Ярославля. Зложно стать спорным. Вопрос в усмотрении Сенита. Да. Но вообще-то было касание. Все-таки я ожидаю от немца, главный арбитр сегодня из Германии, такого беспристрастного, четкого судейства. И опять Жигич. Вот болельщики современной звезды. Впечатляет, да? Да. Тепло, тепло в Белграде, хорошая погода. Градусов, наверное, 16 сейчас тепла, а днем вообще за 20. Жигич отправил мяч на правый план. Маркович. Да, штрафной. Пантелич не прав. Это он был, нет? Нет, это 18-й номер был. Это Джорджевич. Он часто. Маркович и Джорджевич атакуют с правого фланга. А Пантелич рядом с Жигичем. Два центральных нападающих. Какой сердитый арбитр. Но это и хорошо. Судья таким и должен быть. Михаил Байнер. Типичный небес. 69-го года рождения. Рост 189 сантиметров. Молджигич сейчас находился за спиной Горока, да? Так он нацелен, чтобы отдать пас назад своему точно. Флагбар должен помешать по штрафную. Шумулековский выбрал, да, мяч? Да. Все правильно. Сыграл на ближней штанге, перекрыл пространство. Вот он, 25-й номер в центре внимания. Видите, все время сбрасывает. Не пытается пробивать, а сбрасывает мяч под удар партнером. Значит, очень внимательно надо быть всем возле своей штрафной, особенно в штрафной. Следить за своими. Ведь у каждого есть свой игрок, за которым ты следишь. Гартик. На мейтинг Гартик тоже уже не первый мяч в атаке выигрывает. Выигрывает, да, но в центре поля вот уже минуты полторы-две. Вот зенитовские болельщики. И опять нарушение правило. Или вне игры? Вне игры. Все-таки вот был момент, когда зенит неплохо играл взаимодействием между собой. Да, мяч распасовывали в центре поля. Вот сейчас вот такая игра нужна. Да, вот такая игра нужна. Тем более результат позволяет держать мяч среди поля и проводить именно контратаки. Догнал Денисов. Догнал. А затем рукой отталкивает, да, штрафной. Питер, вы слышите? Питер, Питер. Ну что ж, Питер сегодня весь у телеэкранов. Все болеем за зенит. 16-ая минута первого тайма. Пока 0-0. Ну как судья разобрался. Горчков и вправду не нарушал правила. А тот упал. Соперник-то. Вот здесь прессик нужен в центре поля. Малафеев. 15-20 минут первый сдержать всегда очень важно в игре против хозяев. Блокировки не было? Я думаю, что грамотно оттерли отмечал сейчас Сашу Горшкову. Ох, какой выход опасный! Один на один! И мяч летает в ворота. 17-ая минута первого тайма. Это Пантелич. Как же его прозевали-то, а? Ну сейчас будет повтор, посмотрим. Центральная зона. Честно говоря, непонятно, где находились два собранных защиты. Это Шумалековский. Где Шумалековский? Как Шумалековский отстал, а? Горок играл на перехвате, а Шумалековский как отстал. И флаг Барт отстал. Да, прозевали. Может быть, думали, что офсайд, но еще раз смотрим. Офсайд в таком случае не имели права защитники делать. Безусловно, ошибка, я считаю, двух центральных защитников. Да и Гороку может быть, надо было бежать назад. Да, я думаю, что не надо было выбрасываться, конечно, тем более, если он, ну, по крайней мере, должен был чувствовать, что на спине находится соперник. Вот это то, чего мы опасались перед матчем, это быстрый гол с Ревеной Звезды. Может быть, не такой быстрый, но все равно 15 минуты 1-0. Сейчас представляете, с каким настроением будут и болельщики поддерживать, и сама команда сейчас вывешивается. Я думаю, она немножко успокоится все-таки еще три мяча в запасе. Наладить надо пас. Пас между собой. Да, посмотрите, все-таки, сколько потерь необоснованных мяча в передачах. Даже перед этим, которая передача предшествовала, когда Горшкова оттерли от мяча, может быть, не надо было играть столь остро, а сыграть назад через защитника и сохранить мяч в команде. Гартик пытался обыграть, он с мячом. А теперь его сбивает. Штрафной должен быть, да. Штрафной удар. Ну что ж, вот сейчас стандартное положение, штрафной удар. Молодец, Гартик. Два раза вступил в борьбу. Первый раз отобрал мяч, а во втором случае поставил корпус, его сбили. 0-1. метро, а здесь Горшков. Я просто привык, что Горшков обычно на всех установках, когда мы разбираем стандартное положение, обязан идти на ближнюю штрафу. Поэтому я сказал, что это будет Горшков. Жидич. Да, Шамулековский эту позицию потерял. Ну что ж, в игре всякое бывает, но теперь надо собраться. Уже очень какой-то большой разрыв был. Или Горок неправильно расположился, остался сзади. Ничего непонятно. Аршавин! Андрей с мячом Маршавин. Ну надо ему почаще брать на себя игру. Это Малечич. Очень хорошо обыграл второго. И угловой. Хороший проход, да? Здорово сыграл. Тем более, Малечич очень приличная стартовая скорость. Я думаю, что на таком большом поле, а поле кажется большое, да? Он должен использовать эти свои качества и обыгрывать один в один постоянно. Второй угловой. У ворот Сырена Звезда. Аршавин подает. А вот и Горшков там пропускал мяч сейчас, но не поняли партнера, не увидели. Лагбард. Все верно сыграл, не стал рисковать, ничего, просто выдумывал. Аршавин. Хорошо, Горшков подкачет сейчас Андрей. Или Горшков не ожидал. Александр этот мяч. Жигич. Горок. Это Пантьевич вот здесь сейчас мяч принимал. Янкович получил, видимо, травму. Бушко Янкович 20 лет ему. 0-1. 0-1 Зенит пока проигрывает в первом тайме. Мариш. 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 хорошо сейчас подстраховал группу центральных, сыграл в этот мяч. на самом деле, мне кажется, у Церквейной звезды преимущество может быть в том, что психологически над ними ничего не давляет. Вступили 4-0 новый тренер. Если отыграется, это будет очень здорово. Показать свой футбол. Сейчас они забили первый мяч, я думаю, психологически у них сейчас должно быть преимущество. Такие матчи, безусловно, нужны для становления коллектива. Я думаю, что если мы сейчас выдержим, первый тайм соберемся и доиграем нормально, по крайней мере, не упустим этот результат и еще лучше, если сравняем счет, то все станет хорошо. Вот, хорошо сейчас. Ну, в мяч же играл. Дарко Малетич, ну, в мяч, на перехват, что смело. Арбитр, все-таки, мне кажется, до конца не прочитал эту ситуацию. Ну, это удар сходу, видите, какие удары могут быть с дальних дистанций. Ну, сейчас внимание к Жигичу. Это Маркович. Ой, молодец, Вячеслав на месте. Вот как сейчас Жигич отскочил от центрального защитника, да? Горок потерял уже не первый раз Югославу подают мяч на дальнюю скамеру, видимо, в домашней заготовке, потом все же перевод. Горок оказался в полупозиции. Ну, Жигич, конечно, здорово, он отскакивает, а Горок-то оказывается в полупозиции. Угловой. И! Так, мяч в ворота может влететь. Да, с этого ракурса оказалось, что мяч уже влетает в ворота, слава богу, что все обошлось. Пятый номер Милан Дудич, вот это игрок сборной Сергии Черногории, пятый номер, защитник. Подключился и здесь, и опять Горок. Рядом-то Горок с ним был. Еще раз смотрим повтор. В общем-то, вместо того, чтобы головой собрать, Мартин сейчас ногами пытался. А Лукаш Гартик получил по ноге 18-й номер. Слава Люд Джорджевич. Спивак. Мариш. Неточный пас. Карточку Александру Спиваку. Странное решение судьи. Два устных замечания было хозяевом. Хозяевом, да. И первое же более-менее серьезное нарушение со стороны Зенита и сразу получает желтую карточку Спиваку. Александр Спивак написан на украинский манер. Видимо, так в протоколе просто записано. Наверное, да. Ну, надо Зенитовцам успокоиться. Это очень важно. Успокоиться и почетче, конечно, в обороне. На самом деле, мало используется Спивака, да. Мяч на левый фланг практически не доставлялся. Первый раз мы его увидели. Сейчас 10. Флагба от Харасо, что не отбивал, а вот именно в пас сыграл. Доршков отпустил Александр мяч. Но такое впечатление, что ребята как-то не могут приспособиться к мячу. То ли он более скользкий, то ли какой-то необычный. Часто убегают. Даже если вот сейчас, опять же, скользнул мяч. Да, от Аршавина было пару моментов. Не могут рассчитать ни силу паса, то ли к мячу не могут приспособиться. Но мяч тот, которым вы в Португалии играли. Но он на самом деле специфический мяч, и к нему надо приспосабливаться. А вы такими не тренировались? Нет. Такими мячами, нет? Ну что, здесь было столкновение. Денисов. Но Игорь-то крепко на ногах стоит. Ну все правильно, надо идти в стыки, надо дать понять Югославам, что мы не просто так приехали, что мы будем бороться не просто, чтобы удержать счет, а чтобы добиться именно максимального результата, то есть победы в данном матче. И нельзя уступать ни одного единоборства. Это все верно. Наверное, Ковачевич получил травму, если не получил. Мы видели уже три или четыре эпизода, когда вот так оказывается вдруг с реной-звеной. Ну здесь такое столкновение, конечно, сбил дыхание особенно по всему. Ну и Денисова досталось. Ну я вижу наши врачи. Это врач и массажер, да? Да, врач и массажер. Мне показалось, головами столкнулись. Как в футболе говорят, не перевели стрелки. Товария. 27-я минута первого тайма. Вот опять показывает. Вон как. Дело офсайд. Флагбард. Дело сейчас вне игры. Да, похоже, ошибка флагбарта, а не город. Горок, видимо, правильно. С этой точки зрения. С этой точки, с этой камеры видно, что город-то правильно пошел встречать. Флагбард у нас было сужать и закрывать центральную зону. Что делал в данной ситуации Мариш верно, правильно? Малафеев на месте. Флагбард. Шумолекорский. Правильно, широкое поле, надо держать мяч, заставить сервину звезду бегать без него и тем самым перевести игру в спокойную русло. И самое главное, не проигрывает единоборство. Вот пас все время Аршавин закрыт. Но, конечно, за ним пристально следят. Если игра без мяча должна быть, надо отрываться от опекуна. Денисов. Отлично. Андрей Аршавин с мячом. Поставил корпус. Не успел сейчас проскочить. Неужели так больно? Четыре. Шесть переворотов А попался в костюм. Я думаю, что Аршавин, наверное, попал. Мне кажется, больнее Аршавин. Потому что он же не наложил много-то. Он не в подошву попал. В подошву был. Не амбишеваться. Это вот тот, который не играл в первом матче. Мы о нем много говорили. Хороший защитник. Но пожалеем его, потому что, наверное, больно. Милан Бишевец. Любой удар вообще всегда болезнен. Да, Влад? Ну, вот вы тем более сейчас. Ну, что, кстати, с вашей травмой-то? Как вы лечитесь? Когда появитесь? Во-первых, я должен сказать большое спасибо своему врачу, трапезнику Андрею Владимировичу, который работает в военной медицинской академии. То есть он мне очень помог и помогал, и когда у меня травма в мениско была, и сейчас. А что касается травм, то он обещает, что 16-го числа в матче с Рубином я появлюсь на поле уже. Вот так давай, да? Ну, отлично. Где-то дней через 5-6 начну тренироваться в общей группе. Ну, а тем временем Денисов с мячом. Горшков пытался пробить Медали. И как Гартику мяч не попадет. Он нацелен на удар. Лукаш, я думаю, сегодня должен проявить себя. Хорошо физически готов. Какой пас Горока. Ну, вот об этом сейчас и говорит. Паша Меликовский ошибся, на самом деле. Ну, конечно, защитник, имея столько времени на размышления, не имеет права терять такие вещи. Было множество вариантов продолжить. И направо можно было отдать и вернуть Горок. Не имеет права просто защитник там ошибаться. Атака сзади. Как за Аршавиной. Просто на нем буквально висит на его плечах вот этот вот защитник. Это Бишева-Це есть, наверное. Шестая мяч. Спивак. Кого увидел? А вот Спивак. Да, он попросил мяч. И очень аккуратно играет в обороне целенозвезды. Они прекрасно понимают, что один пропущенный мяч поставит крест на их дальнейшем участии в турнире, поэтому я думаю, что не худший вариант для них забить сколько полчаса прошло, да, один мяч и Денисов. Не пропусти. Спивак. Гартик. Развернуться. Молодец. Спивак. Надо брать на себя. Нет, его не пускали к мячу. Ну, молодец. Вот сейчас Вайнер хороший дал свисток такой. Мог ведь и не свистли. Да? Ну, свистнул. Очень широкое поле. Я считаю, что надо почаще менять фланг на фланг, и тогда появится Брешев с Ревенской звездой. Спивак. Немножко повыше. Денисов. Опасный игрок. Влад, ну сколько вариантов наигранное розыгрыша штрафных у Зенита? Это зависит от исполнителя, от состава, который на матче. У нас есть штатные исполнители, там, страхных. Я могу в какой-то мере подавать. В основном это Аршавин и Спивак с разных флангов. Каждый знает, куда бежать, в какую точку. Вот, допустим, мы сейчас смотрели клип в первом тайме в прошлом матче с Цервиной звездой. Мариш сыграл на ближней штанге головой, и на дальней штанге не оказалось... Непонятно, куда попал. Да, непонятно. И на дальней штанге не оказалось Киржакова в первом матче. Должен был забивать этот мяч. Точно так же, как сейчас, по-моему, Ярославль, да, Киржаков попал в перекладе? Да. Как бы забивал Штартаку, по-моему, в матче первого круга. Ну, вот, один из розыгрышей такой. Но уже замена. Миладинович ушел, не, Мишев Ацшел, Миладинович вошел в игру. Двину серьезные травмы. Просто непонятно, куда он Аршавин. Причем там Аршавин не делал специально, ногу не ставил. Ну, вот так бывает, так получилось. Ну, посочувствуем все-таки футболисту. Да, что-то серьезное, по-моему, действительно случилось. 0-1, Зенит проигрывает. Сирена Звезда уже сделала одну замену вынужденную. Горшков, Малетич. Ну, если есть скорость, надо уходить. Правильно, Дарку, молодец. Низом, повыше бы. Или хотел отдать Аршавину? Я думаю, все-таки подавал вверху. Другое дело, что человек, мне кажется, волнуется. Первый раз он выходит в стартовом составе Зенитова официального матча. Безусловно, не хватает ни игровой практики. Я думаю, что с течением времени, во втором тайме он заметно должен прибавить. Ну, и сейчас он выглядит, это уже второй проход неплохой. Да, он чувствует игру, чувствует поле, вот туда, знает, куда бежать, в общем. То есть, чувствует дистанцию, на которую можно отправлять мяч вперед. Шумалековский, Аршавин. Хорошо, точный пас Андрея Аршавина, Дениса вне игры, но похоже было все-таки комбинация, это неплохая получилась. Гартик раньше времени рванул. Ну, вот Андрей отошел, сразу культура паса. Точная передача. Ну, сейчас вы слышите, аплодируют болельщики, увозят со стадиона травмированного вышиваться, получил он травму защитника. Жидич не прав, он отталкивал Горока. Пока 4-1 по сумме двух матчей. Впереди Зенит. Очень хорошо, что ребята собрались и пропущены голодами и пламены. Так встали, да? Как говорят, после там нокдауна боксер встал. Вот так сейчас Зенит тоже. Стали действовать более надежно. Прокрестил один удар, но в центре поля. Я думаю, правильно отодвинули сейчас игра от своих ворот, и сейчас я думаю, что вторую половину первого тайма Зенит смотрится поинтереснее. Малетич. Аут. Аршавин. Вот видите, опять мяч скользнулся. С ноги, да, скатился и все. На Андрея не похоже. Я думаю, что просто непривычно. Спивак смело пошел. Молодец, Александр, а? Упустил. Да что ты уже, не как мяч, да? Не контролирует мяч, не контролирует мяч. мяч. Вот тоже, казалось бы, пустяк, а таким мячом не тренировались, а играют таким мячом. Да, это, наверное, все-таки упущение. Я не знаю, кого-то в руководстве надо было хотя бы не 3-4. Почему этим мячом идет игра? Вот непонятно, да? Ну, надо знать было, значит, может быть, по контракту Кубок УФА играет с этим мячом. А вы в Питере этим мячом играли? Нет, в Питере мы играли нашими мячами. Безусловно, можно было посмотреть, какими мячами играет соперник, да, все матчи, чемпионаты, наверняка, Кубок УФА не играет мячом более привычным. Я думаю, что действительно минус тому, кто просматривает, не обидится на меня Бороич. Но все-таки мяч действительно очень специфический. Улучшение правил. Карточку может дать сейчас арбитр, Вайнар. Пожалел. А атака-то сзади была. Правда, он не сильно, конечно, про атаку, но все равно атака сзади. В правилах там просто все равно. За удар сзади по ногам желтая карточка. Марьяш, да, выскочил сейчас первый на мяч. А это неточный пас. Но каждая передача с Лангой таит безусловно опасность, потому что все футболисты высокие, включая того же Жигича, да? Да, Жигич, Жигич. Это Перович сейчас был как герой эпизода. Полузащитник. Вячеслав Малафеев вводит мяч в игру. Горок. Малечич хорошо сыграл. Гартик не укротил мяч, но в принципе головой довольно точно отдал сейчас Гартику. Лангберг. Кто раньше? Малафеев. Мариш. Мяч немножко все время скользит. Горшков. Спива. Это Мариш. Угловой. Алтарь. Восемнадцать. Восемнадцать. Джорджевич успел поставить ногу. Но все-таки сейчас немножко стали переходить. Да, на половину поля чаще соперника. Я думаю, прошло стартовое волнение, тем более пропустив один мяч в свои ворота, начали играть более-менее похожие ромсы на свою игру. Спива. Некому выбрасывать. Аршавин. Великолепно сыграл Андрей Денисов. Правильно. Удар. Мяч даже немножко коснулся защитника, но ближний удар. Первый удар до поворотом. Да, первый удар был. Так обманули флагбарта. Не надо мяч никогда брать в руки. Там другой дали и все. Уже вышел мяч за пределы поля. Пантелич хорошо сыграл Денисов. Шумалековский. Денисов. Защитник опаздывал и сыграл в корпусе. Игорь Денисов. Вот все-таки умение не проигрывать мяч успел протолкнуть. Не видишь, что теряет мяч вовремя. как говорится подставился, да? Да, подставился, но это как раз похвальное качество для игрока. Мариш. Рядом Денисов был. Это решил отдать Аршавин Спиваку. Спивак. Аут. Мариш. Агартик бежит вместе с вратарем. Вон какая ошибка. Денисов там ведет борьбу и выигрывает. Здорово, здорово поборолелся. Молодец. Посчитал ситуацию. Спивак. И на правый фланг подальше перевести. Денисов. Аршавин. Что хотел Андрей сделать? Ну, получилось здорово. Нарушение правил. Желтая карточка. Желтая карточка, да. Янкович. Опаздывает Янкович. Он играет в ногу. Гошко Янкович. Желтая карточка. А здесь, смотрите, Гуртик как... Гартик как напугал, да? Лукаш Гартик напугал. Правильно, пошел до конца. И вот опасно может быть. Малетич. Малетич. Денисов. И на другой фланг. 41-я минута первого тайма. Горшко. И пробил. Высший ворот. Все равно верно. Вот многие ругают Киржакова, да? Что он часто бьет. В некоторых эпизодах есть лучшее продолжение для атаки. Я вот могу сказать, что для меня лично, когда Киржаков заканчивает атаку... Ударом. Ударом поворота. То есть есть возможность оглядеться, отойти, занять свои позиции. В этом логика есть. Логично заканчивается атака ударом. А как без ударов гол-то забить? Чем больше ударов, любая статистика, чем больше количество ударов, тем больше гола. Толчок, толчок. Не правда. Это Пантерич был. Да, это был он. Тот, который забил пока единственный мяч в матче. Хорошо. Очень здорово. Это Шумуликовский в подкате. Без нарушения правил. Мариш. Горок. Горшков и Денисов. Отдать Горшкову. Горшков один. Свободная зона. Пас на левый фланг. Спивак. Пас штрафную. Горь. И-и-и-и. Ну вот и первый голевой момент. Первый голевой момент. Лукаш Гартик. Ну что же, он правильно делает. Переводил мяч. Кидал в угол. Одним касанием. И здорово было разыграно. Но Каршавин догнать. Нет? Трудно, конечно. Я думаю, что трудно. Но стоит отметить, что все ребята сыграли очень здорово. Сейчас пять человек участвовали в атаке. И сделали все элементарные вещи, чтобы человек был открыт. И следовала передача. Очень простая, надежная. И удобная для партия. Ай, Денисов. Ай, да молодец. Охчинский парень-то. Стоит на ногах крепко в Белграде. Хорошо. Почему ли Костя? Сейчас привел еще не опасно передачу. Так, здорово. Выграл, а? Малечич успел, закрыл зону. Вот то, что как раз и надо. То, что не было, кстати, в Ярославле. Помните, был один момент, Влад? Я, по-моему, пенальтик, когда был назначен в наши ворота, тоже диагонально должен был кто-то страховать. Кого не было, свободного зону. Кого не оказалось, да. А вторая минута Рубин когда не забил? Да, то же самое. Диагональная подстраховка. Это же обязательно. Вячеслав Малафеев. Ну что же, друзья, вот этот эпизод, когда прекрасная комбинация многоходовая, когда Спивак вбрасывал мяч в штрафную, и Гартик переводил в угол, не попал. Но это же был голевой момент. Малетич обыграет. Попалное стремление. Смело, смело сейчас левую ногу подставлял, закрывая мяч, чтобы даже... А есть кое-чем, чтобы получит по ноге. И получил по этой ноге, да? Вот левую ногу. Опоздал немножко. Ну неплохо играет-то, Дарко Малетич. Да, видно, что с большим желанием. Оршавин. Оршавин с мячом. Спивак. Малетич возвратил Оршавина. Оршавин одного обыграл. Второго. По штрафную. Горшкова не пустили. Ну, высоковато было, но все было задумано очень правильно. На дальний угол. Для того, чтобы подставить голову и замкнуть этот угол. Замкнуть угол и попасть в мяч. Малетич. Здорово. Оршавин в другую сторону развернулся. Гартик. Денисов уже проиграл, поэтому не побежал. Горох нарушил правила, да? Опаздывал немножко. Попал в ногу. Ну, что правильно, лучше спалить в центре, задержать атаку и всем отойти. Сейчас пусть попробует... Две минуты, две минуты добавляется к первому тайму. 0-1, Зенит проигрывает. Но инициативу к концу первого тайма перехватил. Так, нет, Влад. Все здорово. Это в меня капитана Зенита Владислава Родимова. Перехватил инициативу Зенита. Влад Барт. Ну, вот такая игра, она, конечно, более привычна для Зенита. В всяком случае, Зенит сейчас хозяин на этом футбольном поле. Денисов сбивает его штрафной. Такой всегда муки у него на лице. Страдалец такой. Страдает за город, за Зенит, за Россию. У меня другое впечатление, что злой он очень. Это хорошо. Да, да. Ой, как здорово Спивак. Двоих обыграл. Пас штрафной низом. Гартик. Пас под удар. И... Вот здесь Андрей. Может, надо было подсечь мяч, но там три человека ему мешали. Хотел пробить сильно. Второй момент. Второй момент у Зенита. Голевой. Не имею права Шумиликонский подошагаться. Да, Шумиликонский сейчас неправ. Ну, видно, бежал игрок. Лучше откати туда, на правый план. Пантевич. Ну, вот мастерство-то индивидуальное. Зенитовцев повыше. Вот мы сейчас начали... Увидели. Спивак, да? Малетич. Денисов. Аршавин. Поэтому надо больше брать на себя игру. Да и Гартик молодец. Он там не проигрывает борьбу. Горшков. Еще раз не на себя. Флагбарт. Почему-то Флагбарт не подошел. Сейчас Горшкову не помог. Горшков. Денисов. Правильно, не глядя. Малетич. Подобрал мяч. Он угла штрафной. По штрафную. Низом подавал. Но там был Гартик. Был, он видел его. И сейчас, вот даже после этого эпизода, видно было, что Лукаш Гартик был один штрафной. Ну вот, для того, чтобы Зенит нашел играть свою игру, понадобится пропущенный мяч. Может быть. Малетич. Но надо уже подавать. Истекает это добавленное время. Нет, решили не рисковать. Контролирует мяч Зенит. Спивак. Да. Ожидал Зенит свистка, не рискуя. Мы посмотрим, может быть, замены произошли. Пока мы не знаем. 0-1. Зенит проигрывает после первого тайма. Начался второй. Уже прозвучал свисток. Ну вот наша редакторская группа в лице Алексея Наливайко. Подсказывает. Днепр Макаби 2-0. Первый матч 0-1. То есть Днепр прошел. Это как раз кубок УЕФА. Динамо Тбилиси Висла. 2-1. Первый матч 3-4. Значит, Динамо Тбилиси тоже прошло. Вот как играют бывшие советские команды. А Терек не в одно время начинает заниматься? Нет, Терек немножко позже. Немножко позже. Он начал на 45 минут позже. Терек проигрывает 0-1. Флагбарт выбивает мяч за боковую линию. Жигич что-то морщится. Что-то ему неудобно. Но вообще сейчас защитники Зенита должны сделать все, чтобы ему было неудобно. Но в пределах правят. Я полностью согласен. Я думаю, что опять же сейчас первые 15 минут второго тайма. Надо успокоить. Надо успокоить игру. Как это говорят. Засушить и ввести ее в своем русле. Аршавин борется. Гартик. Пас на левый фланг. Спивак. Нет, не успел. Ну, поточнее бы вот Гартик сейчас. Мог же поточнее сделать передачу. Здесь Марич перехватывает мяч. Спиваку отдал. Зенит без замен. Значит, Малафеев в воротах. Справа в обороне. Ян Флагбарт. Мне показалось вот скрыто очень. Я пока не видел еще. Вот сейчас сделал передачу. Штрафной. Ну, кто может пробить? Спивак подходит к мячу. Как только что было сказано, сейчас выйдет Киржаков и забывает. Спивак, наверное, будет ввести, я так думаю, да? Или разыгрывать будет? Да, я думаю, Спивак несет. А может, разыгрывать будет? Итак, Игорь Денисов у мяча. Ну, вообще, ногу на мяча нельзя держать-то. Не знаю, почему Игорь держит ногу на мяча. Штрафной же. Откатил. Угловой. Нет, не получился, да, спивак. Ну, явно рикошелый, нет? Ну, может быть. Итак, Ян Флагбарт. Два центральных Шумулековский горок. Слева Мариш. Оборона Зенита. Правда, мы еще не видели. Вот Шумулековский я не видел. Нет, вот он, Шумулековский сейчас на месте право центрального. Да, Шкрутел вышел вместо горок. Шкрутел. Шкрутел, правильно. Это Пантелич, который забил гол в первом тайме. Мяч забил в ворот. Шумулековский на месте. Да, горок допустил несколько ошибок, мы видели, да? Вот, какая-то неуверенность была в его действиях. Потом против Жигича, наверное, непросто играть-то. Выкатился мяч за... В пределы поля. В полузащите. Справа Дарко Малетич. Рядом Игорь Денисов, Александр Горшков. И слева Александр Спивак. И два нападающих Андрей Аршавин и Лукаш Гарти. Главный тренер Зенита Лосимил Петтерджи. Малетич. Ну как, боковой судья моментально. Бригада вся из Германии. Помощники главного Харри Эйнке Кайфос. А главный Михаэль Вайнер. Три арбитра из Германии. Вот это Жигич с мячом был. Аут. От ноги флаг Барта мяч ушел за пределы поля. И удар. Малафеев на место. Удар в сторону ворот. Хозяева. В воротах Владимир Дышленкович. Третий Александр Лукович. Пятый Милан Дудич. Шестой был Милан Бишевас. Его заменили. Он получил травму. Восемнадцатый Славолюб Джорджевич. Двадцатый Марьян Маркович. Все. В пределах правил показал арбитр. Одиннадцатый Марко Перович. Шестнадцатый Ненат Ковачевич. Девятый Марко Пантелич. Матч. И Ненат Стоянович вошел в игру. Вместо травмированной Бишевицы. Никола Жигич. Двадцать пятый. Главный тренер. Радко Достанич. У микрофона Владислав Радимов. Капитан Зенита. И Геннадий Орлов. Мы в прямом эфире. 0-1 Зенит проигрывает. По сумме двух матчей. Пока 4-1. Впереди Зенит. Малетель с мячом. Аршавин. Прекрасный пас. И Денисов еще дальше отдает Спиваку. Спиваку угла штрафной. И можно бить. Удар. Галкипер на месте. Но удар. Была позиция. Удар. Уже вот сейчас стало заметно, что не так быстро, не так рианно-то защитники атакуют зенитовцев. То есть дают возможность даже поддержать мяч перед штрафной. Малетель, хорошо, технично. Да, сейчас, Влад? Да, все равно. Успокойтесь. Главное успокойтесь. Аршавин. Пас Гартику. Гартик. Немножко опоздал, да, но сейчас задумал вот этой передачей. Аршавин выводил Гартика на свободное место. Гартик поздно понял. Поздно. Замысел. Очень тонкий был замысел. Как я называю футбольный кутюрье Андрея Аршавина. Все никак не могу меня спросить. Не обижается он? Ну, так как он студент третьего курса, нашего текстильного, раньше назывался, сейчас это технологии дизайна, как раз там кутюрье и готовят. Аршавин с мячом. Ну, вот попытался обыграть двоих, не боясь, идет на обувь, обыграет. Сейчас только одного, но в следующий раз будет лучше. Правильно, у чужой площадки надо обострять, обыгрывать. Все, все, верно. Горшков. Спивак. Ударная позиция. Можно бить, Саша. Нет, отдал на левый фланг, вне игры. Да, офсайд. Выбегал из зоны офсайда Лукаш Гартик. Ну, смотрите, Зенит в начале, в начале. Вот сейчас видно, да? Ну, считается, это не видно. Сейчас опять новая тенденция, что если хоть немножко игрок заступает, не нужно, раньше нужно было просветывать. Сейчас хоть немножко, если он заступает за защитника вот по этой линии, значит офсайд. Вот навес Жигич. Хорошо, что Малековский сыграл перед Жигичем. Денисов. Спивак. Денисов. Вот молодцы. Правильно играют полузащитники. Вот эта игра Зенита и нужна. Уже шестая передача. Седьмая. Аршавин. Восьмая, девятая. Потеря мяча. Малетич не туда, пошел, мне кажется. Шкартел. Ну, хорошо, что у него такие длинные ноги. Молодец. Застал этот мяч. Хотя Жигич там ближе был к мячу. Он как-то умело уходит, да, от опекуна? Ну, это умение форварда открываться. Отрываться от опекуна. Здорово. Освободить себе зону и туда ворваться. Это вот то, чем пользуется обычной киржакой. Спивак. Денисов. Мариш. Аршавин. Ну, надо дать штрафной, нет? Но, правда, Гартик пробежал, он немножко схитрил. Так, разворачивался, упал. Нарушения не было. И опять длинный пас. Он сюда какой. Длинный, точный пас. Ох, флаг Барт. Пас под удар. Повезло. Флаг Барт неправильно занял позицию. Нельзя так брать. Опять Пантерич был. Да, сейчас один в один очень легко, да, надо играть. Ну, нельзя, надо пласироваться. То есть, отступать. Ни в коем случае бросаться нельзя. Отступать надо. Ну, что он может сделать? Еще одна замена. Зиниту нужен гол. Надо забить. Вот, Маркович ушел. Двадцатый номер. Стоянович вошел в игру. Наверное, Стоянович. Мариш. Вот это опасно может быть. Молодец. Слава отбил мяч. Игра у него там во вратаря. Ну, что он за голову схватился? Жигич. Даже это не Жигич. Пошел в голкипер. Еще раз смотрим. Ну, он уже опаздывал. Явно опаздывал. Все правильно. Слава не стал ловить мяч. Отбил кулаками. Если бы он начал ловить, мог выбить из рук мяч головой. И судья мог абсолютно засчитать мяч. Все правильно. Слава собрал. Горшков. Спивак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, можно карточку показывать. Это умышленная грубость. Не хочет, не хочет Вайнер, потому что это центр поля. Но Усного делает предупреждение. По-немецки делает предупреждение. Поймет ли его серп. Денисов. Малетич. Паштрафной, Гартик. Мяч еще. Мяч еще не пойман. Он руками вратарел. Вот то, что делали дома. Пенсинговали вот в этой зоне. Да, в этой зоне половине. Вот то, что делали. Я думаю, Петер Жел об этом говорил в первом тайме. Виней, после первого тайма. Но опять же не имело права сейчас Сервена-Звезда выходить из этой опасности. Задел нет наш игрок. Никакого мяча не пойман. Жигич, это все Жигич. Это он, кстати, прыгал и Малафеева. Что касается прессинга. Не имеет права команда соперника выходить из-под этого прессинга. В крайнем случае должен идти фол, чтобы срывать атаку. Потому что если они выходят в точную передачу, получается... Так и получилось. Так и получилось. То есть кто-то сейчас один нарушил вот это правило прессинга. В крайнем случае должен был, да, кто-то фолить. По крайней мере, так ошибаться не имели. Хорошо. Как хорошо. Убежит. Аршавин в штрафной площадке. Пенальти. Да. Как молодец сейчас, Андрей. Как он сейчас поставил корпус. Да, вот этот, его корпус-то не такой большой, миниатюрный. Но он его протиснул туда к мячу. И защитник вынужден был, Мелодинович, нарушить правило. Правило, Варшавин. Вот, просто великолепно. Все-таки Андрей, Андрей, как напишет в югославской прессе, могильщик этой команды, срывенно-звездной. Он сам нарушал правило, тоже незаметно без судью, правильно, встал в руках. Ну, немножко, да, и он так... Все просто сделал. Ну, что ж, Александр Спивак. Удар, гол! 1-1. Ну что, Влад, вот я сказал в перерыве. Вы помните, да? Скажите, что я сказал. Сейчас забьем. Что забьем, да. Да, вот 1-1. Я чувствовал, ну, мы к этому шли в нашем репортаже. 1-1. Александр Спивак 6 забил в чемпионате России. И сейчас забил. В Кубке Уэфа не забивал еще пока. Первый мяч. Не забил. Не забил. И здорово забил, да? 1-1. И 400 болельщиков из Петербурга там, на Маракане, в Белграде сейчас поддерживают Зенит. Здорово. Какой ход на кровь, да, вот этот момент. На самом деле, ход на кровь, и Спивака может позавидовать любой. 1-1. Ну что ж, друзья. Можно уже там вот в баре сделать то, что вы хотели это сделать после матча. Я думаю, Игорь Максименко сейчас вместе с Тютрумом без выхода Киржакова должны быть довольны. Я думаю, что теперь надо постараться выиграть этот матч. Очки для России, для самого Зенита, для рейтинга. Конечно, конечно. Много игра дается, и играет команда неплохо. 1-1. Мяч на суженом поле. 5-1 впереди Зенит по сумме двух матчей. У нас прямая трансляция на пятом канале. Я думаю, сегодня питерцы должны быть довольны тем, как выступает Зенит. А в всяком случае, вот те первые 15 минут, и результатом был гол логически завершенный. Все-таки эти первые 15 минут. О, какую футболку привезли в Белград. Таможню пропустила. Ну, а затем все-таки Зенит мы видели. Два голевых момента было уже в первом тайме. Вот Спивак уже и помогал сейчас. Здесь только не нарушать правила. Только не нарушать правила, чтобы не выгнали никого с поля. Аккуратно играть. Тарко Малетич. Неплохо, да, Влад, сегодня? Неплохо действует. Да, и вовремя возвращается. Ведь это был неожиданный ход сегодня. Ну, неожиданный ход. Петржево что-то знает. Ох, какой удар! Браво! Аплодируем Малафееву. Великолепный прыжок из левого угла от себя отбивает мяч. Жигич! Уже не так уверенный Никола Жигич. Как Малафеев сейчас вот с этой камеры... Вот сейчас будет видно. Три шага. Вот эта школа настоящая вратарская. Школа Льва Ивановича Яшина. Он всегда говорил, не надо прыгать, толкаясь с места. Сделайте один шаг, второй. И может быть, вот сейчас Малафеев. Вот это советская школа вратарской. Савин у него тренер в смене был замечательный. Вот наставник всех вратарей в футбольной школе смены. Немало вратарей он воспитал. Да, хороших вратарей. Кого я запомнил, так, Рашиза и Малафеев. Влад, вы же тоже воспитанник школы футбольной смены. Да. У вас Марк Рубин был тренер? Да. Сейчас он заведует кафедрой футбола. Вот опасно может быть. Только не фалит. Только не фалит. Слав Барт. Поспокойнее, да. Здесь поспокойнее, похладнокровнее. 1-1. Но такой всплеск эмоций у хозяев. Ну и поточнее, наверное, потому что можно сейчас провести пару-тройку контратак, чтобы выиграть матч. Ну, было, было. Когда-то Райкин говорил, ну, было, было, да? Такая была миниатюра. Держал Мариш рукой, придерживал ему. Здорово, Жиги сейчас на опережение прыгал. Там перед вратарем игрок, между прочим, стоял. Так что было вне игры. Сами себя, это Янков. Сами себя поддерживает члена Звезда. Макаров. Седьмой номер. Макаров. Нападающий. Дмитрий Макаров. Гартик, видно, получил какое-то повреждение. Да. Но он дороже за мяч два раза там очень отчаянно. Показывать тренерам, что не может. Тренеру. Денисов. Спилак. Ох, Александр. Наверное, сам смеяться потом будет после игры. Ну, здесь штрафной. Смеяться над тем, как он пас дал, да, в небо? Вы ему напомните? Обязательно. За вами я знаю. Вы так остерный язык. У вас там в команде свои разборы идут. Они такие закрытые, кулуарные. Ну, самое главное, самое островое, наверное, все-таки у нас в Аршайне бывает. Да? Да. Малетич из-под ноги сейчас. Мяч в поле? Да. Нет, ушел, ушел. Все-таки ушел. И за боковой. 18-й номер вводит в игру. Джорджевич. 1-1. По сумме двух матчей 5-1. Санкт-Петербург-Белград. Марич ведет борьбу и получает по ногам. Нет? Мне кажется, получил по ноге все-таки. Шкартел. Вот удивительное свойство властимила Петерджела. Наверное, в 90 случаях замены проводит точечно. Те, которые нужны. То есть верят, знают возможности игроков. Я никогда не забуду в этом сезоне, в первом круге, когда Ширу вышел на место правозащитников против московского «Спартака». Спивак! Троих уже обыграл. Четвертого. Аршавин. Ну, вот здесь сейчас. Можно было еще раз на замахе под себя убрать. Молодец. Смело. Шкартел. И рванул назад своим воротом. Хорошо. Вот Шумуликовский. Вот эта игра уже в обороне четкая. Взаимодействие. Малетич. Шумуликовский. Спивак получил от Аршавина. Горшков. Да, успокоить. Вот эту передачу успокоит соперника. 66-я минута матча. 1-1. Ох, как больно. Шумуликовский. Это вот та же история, когда бишевать, да? Там пробивал. Да, очень приятно. И не в шипы, тоже в косточку. Но Шумуликовский, кажется, успел проскочить. Ну, футбол, это борьба. В принципе, в мяч играл сейчас, да, нападающий? Макаров. Мне кажется, бил в ворота, но так вот мяч у него свалился. Получился сильный прострел. Но угловой должен был. Да, Андрей Аршавин пошел подавать. Это четвертый. Угловой. В ворот стрельной звезды. Нет, аут. Аут. Так, мяч пролетел. Пас, спиваку, спивак. Пас, штрафную. Горшков готовился для удара, но защитник его опередил. Флагбард. Должен малечить, подстраховать эту зону. Шкартел. Ну что, можно сказать, хорошо пошел. Да. Вот опять угадал. Ой-ой, как. Сейчас Мариш не прав. Павел Мариш. Шмальковский на опережение. Да. Денисов помешал. Поактивнее, поактивнее. Надо вести борьбу за мяч. Вот так, правильно. Маленьше. Так здорово отобрал мяч. Да. Обидно даже, да? Могло быть очень хорошо. В принципе, грамотно ребята играют. Закрыли все зоны. Все время на звезды. Я даже не знаю. Но за счет таких навесов, да, все так получится. Что-то разыграть ничего не дает. Джигич нет. Выше его мяч пролетел. Догнать, догнать надо. Конечно. Контролирует мяч Зенит. Спивак. Тоже уже сил нет у хозяев. Уже так догоняется. Безусловно, особенно этот мяч. На второй передаче. Спивака, спиняк. Безусловно, на четвертой, да. Практически закончил эти две игры. Но престиж остался. Кстати, тренер говорил, вот этот новый тренер. О, хорошо. Это Малетич. Молодец. Постраховал, как и получил травму. Мяч этот теперь надо останавливать игру. Там же лежит игрок. Ну, в штрафной лежит игрок. Ну, что же продолжать. Надо выбить мяч. Дарко Малетич сейчас слезет. Прыгал, но неудобно было ему. Ну, здесь Макаров немножко оттолкнул, но остановили игру из-за Малетича, который упал. Вот он мяч. Но и не тренируйтесь этим мячом. Нет, у нас другая мяча. Но Живич уже не прыгает. Шкартел ему мешает. Шкартел активнее. Наверное, Петр Жилов подсказал, как играть против Шигича. Я думаю, в первую очередь, все-таки, эти две ошибки Гороку, когда Шигич два раза головой выиграл. Да, и там опасно после углового какой момент. Это еще было сразу после того, как Югослава забил. Так, все равно, Звезда забила первое место. Так вот, тренер, как раз радко достанешь, я начал говорить, сказал, что ни в коем случае нам нельзя сваливаться на эту игру навесом. То есть, это не наш футбол. Югославский футбол, это футбол Синиша Михайловича, Савичевича, Юговича. Это как раз низом передачи и больше комбинационная игра, вот такая, не на рассчитанная, как в баскетболе, на столба, да, навесываясь, набрасываясь в мяч. Ну, если в параллеле проводить с российским чемпионатом, то больше все-таки Югославский футбол, правильно, вот вы говорите, бывший, да, напоминает, наверное, нынешние крылья Советов, которые контроль, мячат, техничные футболисты, все. Влад, все-таки любите вы крылья Советов? Нет, я имею в виду, мне, например, на самом деле, если раньше стиль крыльев казался ближе, то сейчас намного стиль Зенита интереснее. Ах, стиль Зенита интереснее, я согласен. Мне интереснее намного, я никогда в жизни не играл в такой футбол, вот последние два года, что я провожу в Зените, мне он все-таки больше по душе, все-таки быстрый. Не было в ней, кстати, все-таки ошибки. Да, вот там, сейчас видно, камера хорошо расположена. Ну, Шкартел. Молодец, не проиграл борьбу. Вообще угловой был, ошиблись, судя. Значит, ушел от Шкартела. Пантелич прав, но не увидел, судья. Спивак. Кто раньше? Ну, молодец, Аршавин, бежит. Вот он. Андрей Аршавин, его Арчавин называют там, в Белграде, Арчавин. Вообще, на майке у него, по-моему, написано Аршавине. Аршавине? На французский, манерка. Ну, в конце, во французском не читается последняя буква. А кто написал Аршавина? Не знаю, если на майке посмотрим. Но это я в последний раз видел у него, может, сейчас по-другому. Спивак будет водить мяч в игру. Ну, что, карточка желтая, да? Бласов, 43-й. Кого заменит? Дарко Малетич. Ну, все равно Дарко молодец. Такой ответственный матч, и поставил его сегодня. Петер Желый. Он не подвел. Я думаю, что да, хорошо. Заслуженно попало Петер Желый. Я думаю, что хорошо проводит. Горшков. В общем, ругали. Зенит. За такое приобретение, как Дарко Малетич. А оно сработало. Значит, все. Извините. Хотя, мы с вами об этом говорили. Все-таки селекционная работа ведется не на том уровне, на котором должна вестись у команды претендующая на Лигу чемпионов. Ну, я думаю, что да, селекционная работа должна вестись. Сколько? 364 дня в году. И каждые 24 часа в сутки. А всего 365. То есть один день можно отдыхать. Ну, 1 января, так что-то. Ну, я думаю, так как Зенит выходит на лидирующие позиции в российском чемпионате, так и клуб должен стремиться. Я не заметил. По голове ударили, да? Да, по-моему. Он изменяется, защитник. Коленом, да, сам показывает. Это не приятно. Размешил голову. Ой-ой-ой. Коленом, по-моему. Вот в футболе. По-моему, замену больше не осталось. Но осталось мало времени. Десятером Зенит. 1-1. По-своим. Если это был сброс, то, конечно, брау-брау. Это брау-брау-шкортое. Но его юмор. Вот так получилось. Да, мяч был подрезан от вратаря, поэтому он сюда и срикошетил в эту сторону. Может, не надо уже выходить? Я так думаю. Может, лучше не надо. Сколько осталось? Минут 10, да? Да. Десятером Зенит. Но в то же время Десятером оставляет. Малафеев не торопится. Спивак. Денисов. Ну, зачем он сейчас получил желтый фактор? Ну, вот желтый дать. Вот этот шестой. Очень активен. Это он коленом ударил. Так он остался играть. Значит, его не заменили. Это Милан Гишевец. А нам все показывали, что... Вот только сейчас он. Нет, это шестнадцатый. Нет, все. Бишевца заменили. Это его увезли. Это Ненат Ковачевич. Шестнадцатый момент. Это он коленом разбил голову Андрея Аршавина. Шарыч. Драган Шарыч вошел в игру. Опытный защитник. Кстати, ваш ровесник. Семьдесят пятого года рождения. Вы семьдесят пятого? Да, семьдесят пятого. Ну, вот он тоже. Только вы родились где-то в ноябре, а он в сентябре. Двадцать седьмого родился. Три дня назад. В семьдесят пятом году. Вошел Аршавин в игру. Ну, как вот не восхищаться футболистом Андреем Аршавина. Мог потому, что классно играет. Вот надо для команды. Ну, мог же уйти с поля. Сам мог сказать. Нет, я уйду. Даже не подумал. Власов. Влад, а вот хорошую тему подняли, что вы последние два сезона играете за «Зенитой». Такой команды у вас не было по манере игры. В прошлом году были серебряные медали. В этом году уже набрались 48 очков. Так много. Неужели отдадите первое место? Ну, в последнем интервью кому-то сказал, что мы все равно будем первые. Что бы нам не мешало. Вы поддерживаете то, что он сказал? Ну, сложно сказать. На самом деле это футбол. Это ошибок никто не застрахован. Ну, драться будете в чем-то? Да еще плюс, больше всего я, по крайней мере, суверенный человек, боюсь в глазах. Драться будете за первое место? Вот это должно быть. По крайней мере, другое место я... Макаров что-то творит. Вошел в штрафную. Ах, в последний момент. Ну, он смотрел, кому отдать. Правильное дело. Так, продолжите мысль. Другое место, я думаю, уже не будет таким успехом. По крайней мере, для меня. Считаю, что наоборот, только за первое место. Это капитан Денито. Владислав Родинов. А это Макаров. Молодец. Ну, успел четвертый номер, кстати. Он как раз. Мелодинович. Да. Это четвертый номер? Да, Мелодинович. Он вышел. Ах! Я думал, будет гол. Не получилось. Мелодинович спалил на Оршайне. Получил желтую карточку. И сейчас вот он спас. Там Макаров проходил. Подходит к концу матч. По сумме двух встреч. 5-1. Зенит впереди. Но более радостных минут, мне кажется, нет. Для болельщиков Зенита. Потому что уже ясно, что Зенит прошел следующий круг. 5 октября Жеребьевка. И Зенит попадает в группу. И сыграет 4 матча. Причем в один круг будет играть. Новая система. Но группа. Причем придется играть до середины декабря. Пас вдоль ворот. Не успел Жигич, но контролировал ситуацию. Слава Малафеев. Как легко продрался футболиста. Здорово прошел. На вираже флаг Барта. Отбежал. Еще раз смотрим. Восьмой номер. Бошко Янкович. Ну вот и ложа ВИП. Там руководители футбольного зенитовского клуба. Спасибо им. Все-таки вот серебро прошлого года позволило нам выйти на международный уровень. Я не случайно сказал, что сегодня зенит отстаивает и честь футбольной, и распортивной России. И делает это с успехом. 1-1. Денисов. Сегодня очень полезно действовать. Но бывает немало ошибок. Особенно при передачах. Он так здорово отбирает мяч. Столько тратит сил на этот тем раз. Но это придет. Я думаю, придет. Все-таки он тренируется много, нет? Игорь Денисов. Да, да. Его можно назвать трудолюбовым футболистом? Да. Власов. Ах, не попал в ногу. Рядом Денисов был. Горшков. Нарушал правила. Вот это игрок сборной сербии Черногории. Пятый номер. Милан Дудич. Расстроены болельщики. Но я думаю, что все-таки Цервяна Звезда достойно выглядела сегодня. Для своих болельщиков. Согласен. Это Спивак. Аршавин. Не повезло Андрею. Мяч попал защитника. Но это его команда. Как здорово сыграл Спивак. Проскочил мяч. Потрясающе. И выкатил мяч Аршавину. Под удар. И Аршавин. Помните, и в первом тайне он тоже бил сильно. Там были рядом. А здесь была все-таки лучшая позиция. 11-ти метров отмета. А попал в Макарова. Ну, Макаров. Ну, зачем же ты там помешал? Ну, так бывает. Он, конечно, не видел. Мяч попал в Макарова. Ну, здесь вот уже не то, что в первом тайме. Какие клещи. Как сошлись все. Сгрудились вот здесь вот уступом. Вот так и надо играть в защите. Как здорово. Дениса. Не надо дать точно сейчас. Власов набирает скорость. Штрафной. Ну, хорошо. Заработал штрафной. Уже 81-я минута идет матч. 1-1. Чего защитники не пробивают штрафной, а? Никто не может. Обычно защитники сильно бьют. Вот удар. А Шарина удар. Именно в Макарова мяч попал. Защитников у нас ударом владеет. Таким хорошим поставленным пожаром только Мариш. Ну, может, он сейчас и пробьет. Причем он же забивал. Перекидывал мяч через стенку. Было такое. На тренировках. Да? Ну, Спивак подошел к мячу. И Мариш. Он посмотрел, есть ли местечко, куда мяч пробит. Спивак. Пробивал в ближний угол. Угловой. Пятый. Пятый угловой. Ворот Средневезвезды. Пошел подавать Андрей Аршавин. Ну, Шкартел может прийти в штрафной. Вот как он на тренировках. Может, да, Аршавин головой. И мы трясем разыграть. Но защитники-то здесь. Спивак. Аршавин. У тебя ждал нарушения, да? Это все, он Шкартел получил под ноги. Оба. И Жидич и Шкартел. Хотя он за плечо держится. Вот Кубок Уефа. Столкновений. Почему надо всегда иметь длинную скамейку для международного турнира, да? Особенно это сказывается в конце сезона, конечно. Итак, Пантелик. 17-я минута. Спивак. 58-я с 11-метрового. Заснос Аршавина. Он выходил один на один с воротарем. Можешь только не бросаться. Пантелич. Даже если мяч попал, думал в голову. Милт мяч по улице Малековский играет. Разве судья должен давать шлисток, если мяч попал в голову. Горшков. Спивак. Неугомонный Денисов. Продолжает двигаться. Макаров. Вошел в штрафную. Удар. И гол. Браво, Макаров. Браво. Айда Макаров. Пошел смело на лобу, Гриш. Проскочил между двух защитников и пробил дальний угол. Вот это дебют его в Кубке УФА. Прекрасно. Здорово сыграл. Потрясающе. Два один зенитских людей. Дмитрий Макаров. Индивидуальное действие. Не задумываясь. Спокойно. Еще раз смотрим. Подкинул мяч. За спину. И пробил. Галкипер бессилен. Вот это форвард. То, что и должен делать нападающий. Великолепно. Смело как. Между двух. И точно в угол. Два один зенит впереди. Ну и две победы для российского футбола тоже, я так думаю. Конечно, матч еще не закончился. Я думаю, что скорее всего зенит забит третий. Вот так? Да. 84-я минута. Макаров 2-1. Ну влах. Ай. Игорь Денисов. Тоже кураж. Но улыбнулся. Павел на самом салоне салоне. Можно было просто забирать. Да низом покатить мяч. Хотел, как когда-то Поборский в 96-м году перекинул мяч и попал в английскую премьер-либу. Да. Млад, и все-таки вот окончание. Ну что можно сказать о друзьях, товарищах? Не подвели? Прекрасно, я думаю. Сыграли, если исключать первые 15 минут, но это все-таки волнение было. Потом успокоились. И я думаю, все остальное время матча зенит владел преимуществом. Заслуженный, я думаю, все-таки победил. Аршавин молодец. Ничего штраф, но и заработал. Еще раз смотрю. Вообще-то он к технарям не относится, к таким футболистам, которые очень технические. Задумал-то хорошо. Ну низом надо было, просто мимо вратаря. По мысли 5, по исполнению 2. Ну как вы угадали, сказали, сейчас забьет. А вот чутье, вот прям чутье. Ну развалилась Сырвена Звезда. Проигрывает 1-2. А у Зенита очередная волевая победа. Проигрывали 0-1. Власов. Денисов. Горшков. Можно бить. Куда? Попал в ногу защитника. Это же Шумулековский, кажется, подошел. Нет. Флагбарк. Аут. Да, ждем. Ждем жеребьевку 5 октября. Денисов. Сколько же сил у Игоря Денисова. Прекрасность я не сыграл. Как он хорошо подготовился к этому матчу. Насколько Зенит лучше выглядит, чем в Ярославле. Конечно, может, в Ярославле соперник был посильнее. Не знаю. Но во всяком случае Зенит. Именно действует в своей манере. Вот как сейчас. Отобрали мяч. Пас. Горшков. По судейству хочется сказать. Очень сильное. Прекрасное судействие. Как в первом матче было очень здорово. Так и сейчас. Вот для этого надо выходить на международный уровень, чтобы к судьям претензий не было. Ну не отдают мяч. На аплодисменты. На бис Зенит играет. Спивак. Флагбар. Шумалековский. Спивак. Только не нарушай правила у Спивака Желтая Карла. Удар издалека не точный. Тоже правильно надо бить. Но во втором тайме полное превосходство Зенита. Переиграли. По всем статьям. Горшков. Денисов. Аршавин. Не почувствовал за спиной был игрок. Какая средство. Как не пропустить или перевести на Альзастрову. Уходим. Нет. 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 устал. Футболист районной звезды, как и вся команда. Устал от сопротивления «Зенита». Ничего не поделаешь. 6-1. «Зенит» по сумме двух матчей впереди. 6-1. И за боковой сейчас будет «Зенит» и свалить мяч в игру. Истекает время матча. «Мариш» хороший пас. Опять Макаров. Аршавин. И... Не точно. Но момент был для того, чтобы забить и Андрея Аршавина. Чтобы Андрей Аршавин отбил сейчас арбитром. Что ж он? Записку передал, что ли? Послание какое-то? Может быть, у судьи выпала карточка, но она белая какая-то была, да? Потом спросим у него. Да, не получилось. Устремляет звезды, потому что помешал «Зенит». «Зенит» оказался выше класса. Выше квалификации игроков «Зенита». 90-я минута, но арбитр, наверное, добавит. Горшкова как грубо. Да, 3 минуты. 3 минуты добавляет судья. Влаш, ну вот счет 2-1. «Зенит» впереди. Вы на футбольном поле. Вот это приятные минуты. Или не думаешь об этом? Нет, безусловно, когда ты знаешь, что результат дается, это самое, конечно, когда ты выигрываешь. Очень уверен. Самые, наверное, приятные минуты, когда конец матча. Вон такое выражение лица у Пантелича. А он открыл счет, и казалось, что все получится. Как он быстро взял мяч, когда из вероты побежал к центру. Даршай на мяч не доходит. Горшков. На правый фланг. Аут. Опасная игра была, но с мячом «Зенит», поэтому свистка нет. Денисов. Аршавин. Пошла вторая добавленная минута. 2-1. Команда из Санкт-Петербурга выигрывает устременные звезды в Белграде. Это ответный матч. А в первом 4-0 было. И здесь Горшков. Горшков и Денисов по работоспособности сегодня работают по пятибальной. В шкале на пятер. И Малафеев. Очень хладнокровен, точен. А там даже еще и свисток был вне игры. Да, «Зенит» подарил нам прекрасную футбольную осень. Еще четыре матча будет группового турнира. И там из группового турнира три команды выходят. Три команды выходят дальше. Подарил еще, наверное, не совсем прекрасно. Все-таки выиграли чемпионат. Не надеемся, надеемся. Еще осталось чуть-чуть, наверное, сделать несколько шагов, чтобы она была совсем замечательной. Вот радость, радость, радость зенитовцев. Поздравляем власть Емила Петерджелу. Прозвучал финальный свисток. Ну что ж, молодцы ребята, здорово. Просто великолепно сыграли в Белграде. Проигрывая 0-1, собрали силу, волю, мастерство. И переиграли соперника. Продолжение следует...